Несмотря на то, что Павла Петровича Бажова нет уже 70 лет, память о нем жива до сих пор. Сказы писателя по сей день знают и читают от мала до велика. 3 декабря первым к памятнику уральского писателя на Ивановском кладбище возлагает цветы правнук Алексей Бажов. Воспоминаний о прадедушке много, но главное это любовь к семье. О крепости семьи Бажовых. Павел Петрович как-то собирался на работу. Вот только за ним заехала машина, он начал выходить из машины, из дома, чтобы в машину сесть, сел в машину. А потом сказал водитель, останови, пожалуйста. А тот остановил. Я, говорит, забыл Варьянушку поцеловать. Ну, Варьянушку, это Валентину Александровну Бажову. То есть он был такой заботливый семьянин, добрый, любящий свою семью, который заботился о своей семье. В день смерти знаменитого уральского писателя 3 декабря ежегодно возлагают цветы к могиле Павла Петровича Бажова. Его имя связано с Уралом, родился в СССР, жил и творил в Полевском. Его сказы стали культурным наследием не только Свердловской области, но и всей России. Замечательный писатель, сказитель земли уральской Павел Петрович Бажов, конечно, оставил очень богатое литературное наследие. И год Бажова, который отмечался в Свердловской области, он настолько популяризировал творчество Павла Петровича, поскольку нам бы хотелось, чтобы сегодняшние читатели, сегодняшние подростки, молодые люди узнали, открыли для себя. И что наш регион, наша область – это место силы, где рождаются такие великие люди, спустя столько времени, которых помнят, и экранизируются по литературным произведениям фильмы, ставятся спектакли, и для нас это очень важно. Впрочем, известен писатель и за границей. Сегодня его книги переводят на другие языки, чтобы все имели возможность познакомиться с творчеством нашего писателя. И это находит отклик в сердцах читателей. О Бажове снимаются фильмы, открываются новые музеи с уникальными экспонатами. У нас в городе открылся замечательный музей. Музей, посвященный творчеству Павла Петровича. Называется он «Малахитовая шкатулка». В этом музее сосредоточено действительно уникальное наследие. Бажовский фарфор, уникальная коллекция, ту, которую вы больше нигде никогда ни в одном музее не увидите. У нас замечательные есть изделия из «Малахита». В преддверии Нового года состоится презентация «Царь Ларца», длина которого почти полметра. У нас находится самая маленькая «Малахитовая шкатулка» в мире, из настоящего гумешевского «Малахита». А гумешки – это Полевской. Это самое притягательное место и то самое место, которое хозяйка Медной горы называла своей резиденцией. В это воскресенье, 6 декабря, в разных городах Свердловской области состоится премьера фильма «Ящерка вернется». В Полевском премьера фильма состоится в Азове в 12.00. На мероприятии будет актерский состав и режиссер. Игорь Соколов при поддержке областного телевидения. Новости 11 канала.